я поставил перед ворд класс цель утроить бизнес за 5 лет вот эти приемы это то что сделала компанию 100 миллионов капитализацию 40 миллиардов мы с тобой вместе в одном классе учились а ты теперь крутой руководителя я ниже тебя привет одно из больших преимуществ таких форумов это встретить хороших знакомых новых тоже друзей но и старых знакомых вот со мной сегодня николай он свое время поддержал мой фонд русской экономики лидерскую программу от еще когда был microsoft до этого он в импельком билайн вывел от 100 миллионов долларов оборота до почти десяти миллиарда это такой стократный рост который многие из вас хотят сделать его очень интересная на самом деле биография топ-менеджмента самых топовых компаний сейчас возглавляет самую большую сеть фитнесов world class в россии зареза николай спасибо тебе огромное что ты выделяешь время для предпринимателей которые хотят развиваться я думаю с тобой первую тему которая хотел бы обсудить это конечно же скалирование бизнес потому что в россии сейчас у нас очень много стартапов а скейлапов намного меньше да и вот как раз вот такой прорыв ну если первый этап это просто сделать того что не было чтобы это было потом надо доказать бизнес модель а потом надо ее скалировать да вот то что ты делал в билане когда это уже был стократный рост от момента когда бизнес модель уже было доказано в принципе да вот какие ключи что меняется вообще какие ключевые принципы которые все-таки делают вот эти умножить на 10 умножить на 10 с твоей точки зрения очень хороший вопрос потенциал этого точно есть но требуется такие очень профессиональные усилия и я бы здесь говорил о том что нужен очень профессиональный менеджмент менеджмент который умеет первое считать хорошо бизнес-модели потому что очень важно понять что твоя бизнес-модель сходится второе очень правильно определять за счет чего мы можем вырастить могу привести сейчас простой пример на своем бизнесе я поставил перед ворд-класс цель утроить бизнес за пять лет достаточно понятная цель может быть она не такая амбициозная от какого уровня до какого уровня по оборотам мы немножко не раскрываем количество клубов показатели по количеству клубов сегодня в сети 85 клубов приблизительно можно понять по размере мы мы говорим и я в нем очень внимательно считаю различные варианты первый вариант построить больше своих клубов я реально ускоряю строительство но важно понять например где строить потому что например есть регионы и города где это эффективно делать а есть допустим с меньшим возвратом на инвестированный капитал и с большим риском соответственно ты должен балансировать риск второй вариант приобретение можно приобретать клуб пожалуйста на самом деле я каждый каждый день получаю предложение купите наш фитнес-клуб но плохие клубы покупать нельзя потому что если например в нем кто-то уже разорился то есть там два варианта или действительно был очень плохой менеджмент или это очень плохое место поэтому ты должен внимательно а с каким аудиоприкатором вы покупаете клубы существующие примерно потенциально обсуждается 5 коэффициент 5 к беде на приобретение бизнеса но и беда должна быть нормальная по им с отчетность и так далее а часто еще многие компании не работ работают в серу в черную и должна быть нормализированная 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 отчетность вот поэтому мы обсуждаем различные варианты мы смотрим как какой баланс между открытие собственными клубами и приобретениями вы получили но квалификация которая нужна это очень хорошо считать деньги и если нужно проверять вот эти компании объекты приобретения поэтому нужны хорошие аналитики и сам топ-менеджер сам предприниматель по-хорошему должен быть достаточно глубоко в это вовлечен потому что например я лично ни один новый клуб не открываю пока я сам не буду на месте я приезжаю туда я обхожу все вокруг я смотрю то есть маркетинговая справка это одно почувствовать реально если там жизнь в этом в этом месте или вот этот объект который кто-то предлагает купить а реально там есть и есть ли клиенты не могут нарисовать любые справки но если я сам не почувствую я думаю что это риск существенно возрастает но интересно на самом деле мысль получается такая что когда первый этап к новой компании там очень важно такая предприимчивость да отплыть в неизвестность адаптироваться искать бизнес-модель часто очень сильно меняются планы да когда они так быстро меняются что иногда даже нет смысла делать планы надо просто очень адаптивно искать а потом когда найдена бизнес-модель уже есть там 50 дальше уже очень важно становится роль планирования доска стоит невозможно делать менеджмент без четкого плана куда мы идем чем мы идем с кем мы идем до четкий план то есть вот эта разработка стратегического плана то есть у меня разработан стратегический план на пять лет по направлением как я буду достигать этих целей второй важный фактор это конечно команда когда мы говорим о регулярном менеджменте это работа с людьми и тут если в малом бизнесе ты еще можешь себе позволить там сегодня этого человека уволил завтра нанял кого-то лучше здесь тебе надо приводить все в регулярный менеджмент нужно строить процедуры правильного подбора персонала правильного назначения программа кадровые резерва вот на форуме я рассказал одно из моих на мой взгляд лучших достижений в ворклассе я создал кадровый резерв каждый год мы порядка ста человек назначаем на различные менеджерские позиции с кадрового резерва до этого этого не было то есть где-то порядка 150 человек приходит ну а плитцы аплицируются там может быть 200 человек из них проводит проходит отбор там 150 учатся и после этого там порядка ста человек год получает назначение из кадрового резерва но они уже проходят обучение то есть это не просто управляющий который вчера был там фитнес менеджером если мы сегодня поставили он уже за этот год полтора он уже прошел курсы по финансам он понял уже как он может где-то уже даже поработал исполняющим обязанности управляющим он знает уже все свои процессы он уже знает как работать с людьми ему рассказали рейчар я перед ним провел свой мастер-класс по менеджменту то есть мы действительно всяческим способом развиваем людей и тогда получается человек более готовым к новой позиции а соответственно это меньше риск какой-то неудачи на самом деле правда вот так получается например билайн когда была капитализация 100 миллион долларов и и при твоем участии стала какой был на пик капитализации это было это был выручка 100 миллионов и 8 до 8 миллиардов капитализация капитализация была было 40 миллиардов соответственно вот как можно вот вот эти приемы это то что сделала компанию 100 миллионов в капитализацию 40 миллиардов это вот это все регулярный менеджмент регулярный менеджмент поиска источников источников роста естественно хороший хороший план ну и некоторые другие принципы то есть тут с одной стороны предприниматель должен идти на риск потому что естественно большой резко это риск и на самом деле тут без риска это сделать невозможное то есть ты должен четко понимать и ты должен понимать и на какой риск ты готов пойти второе ты должен внимательно считать деньги и соответственно в той же команде которую у тебя есть нужно определить ключевых людей кто принимает это решение вот я кто всегда с тобой такие ключевые позиции финансовый директор я понимаю да очень очень хороший вопрос я например ну длительное время работаю в своей команде с определенным правлением и например часто задавался вопрос кто твоя ключевая команда потому что когда ты управляешь организацией тысячи человек две тысячи три тысячи человек ты не можешь знать всех я определил для себя что я очень внимательно смотрю на 20 моих ключевых людей 20 ключевых людей в чем они могут быть большинство естественно мои подчиненные то есть допустим правление 10 человек но еще ключевые люди например сейчас вот в классе от мои управляющие самыми большими клубами мне очень важно чтобы эти клубы действительно работали очень хорошо или например майкрософте это были мои подчиненные преддиректора направлений корпоративный госсектор и далее и например руководитель отвечающий за windows потому что windows там приносится 100 миллионов долларов и соответственно вот эти мои ключевые люди я обеспечу чтобы их правильно я нанял чтобы они были глубоко мотивированы чтобы они со мной вместе бежали бежали полную силу для того чтобы тоже не были целью не было может быть какая-то мотивация какие-то бонусы за перевыполнение всех всех целей они немножко даже чувствую себя как партнерами потому что если например предприниматель один сам остальные только наемные менеджеры работу за зарплату или может быть бонусы это тоже снижает мотивация чем им сверх достижения ты будешь как бы ждать от всех на самом деле у них не никакой мотивации нет надо все-таки мотивировать их и часто часто люди рыночные хороший менеджер не будет просто на вас работа это может быть подумать но вот как например мне всегда помогали опционные программы microsoft нам давали акции то есть это акции компании ликвидные которые тебе выделяется каждый год зависимость твоих результатов определенный маленький пакетик потом ты можешь продавать ты чувствуешь себя собственно чувствуешь собственником это на самом деле очень сильно меняет менталитет поэтому и нашим предпринимателям может быть продумать кто твой ключевой естественно надо подумать может это может быть это будет не много людей например ты возьмешь и начали включишь двоих людей ты веришь что вот эти двое допустим финансовый директор и допустим коммерческий директор они твои ключевые ты не хочешь их потерять на них знание на них ответственность за принять решение и дать им по какому-то пакету и может даже опционы например у меня сейчас в классе такие фантомные акции они работают ну при определенных условиях у себя как бы акционер но такой как бы маленький даже сработать определенные условия чтобы я свои акции мог реализовать тоже хорошая система вот такие механизмы надо внедрять тогда твои люди становятся больше твоими партнерами еще важен момент кто принимает решение потому что с одной стороны важно внедрить этот регулярный менеджмент и важно уйти от того чтобы один человек царь и бог принимает решение потому что он может ошибаться но важно не раздуть это количество потому что если будет хурал вот я сказал там 20 ключевых менеджер до собственник или гендиректор должен следить за за наймом но например когда я принимаю решение например по открытию клуба может быть у нас будут споры на этом хурале в конце концов я верю например что есть допустим пять человек которых я в первую очередь буду слушать и мы в пятером будем принимать наиболее важные решения на самом деле это очень интересные темы и вот даже вот на твоем уровне да когда вот рост компании от 100 миллионов до капитализации 40 это вообще это радикальный переход как тебе пришлось меняться когда ты шел вот этот путь потому что когда уже компания становится там с капитализации 40 миллиард это как такая мини страна да это это в совсем другой уровень нежели компания 100 миллион долларов как ты менялся по дороге какие были ошибки может быть сделаны которые ты сегодня уже не будешь повторять во-первых конечно когда растет компания бизнес рынок то ты растешь автоматически вместе вместе с ней но некоторые выводы и работу над ошибками и такой рост для себя я осознавал например за мою карьеру я очень хорошо на мой взгляд очень хорошо развил я в себе такую экзекутив матюрити управленческую зрелость который в начале то есть в самом начале был таким менеджером боевиком который любой целью шел на абразуры например я понял что очень часто какие-то внутренние конфликты внутри организации они вредят они помогают делу например просто приведу пример я был коммерческим директором билайна генеральным директором потом по россии у меня был конфликт со финансовым директором честно говоря иногда мы там вот бились за какие-то вопросы мне казалось что он говорит какую-то полную чушь он был не совсем из этого из этого бизнеса но потом я понял что я столько энергии трачу на вот эту борьбу и мы в результате воюем получается не с мтс-ом не с мегафоном не с рынком не развиваем амими между собой на тратим очень много энергии я подошел попробовал найти к нему другой подход на самом деле я нашел и он оказался прекрасным человеком с хорошим чувством юмора надо было просто немножко развернуть эту ситуацию у него можно было и я многому у него научился в результате да где-то он был там может быть там рисковатый немножко странного но с другой стороны у него были другие свои свои преимущества поэтому постараться сделать всех не особенно внутри организации не врагов а наоборот сторонников своих партнеров научиться решать вопросы без конфликта спор может быть аргументы может быть но например есть определенный правило в таком менеджменте когда ты их решаешь например ты задаешь вопрос ты не говоришь сразу нет ты дурак и там мое мнение другое ты слышишь интересные вопросы ты знаешь и подводишь самого собеседника к твоему нужному решению вот это способности решать вопросы без конфликтов но приходить все равно принципиальным твоим решением это такое искусство которое надо развивать и таких людей надо надо развивать потому что если вы видите что у вас в организации какие-то склоки одни подразделения воюют с другими кто-то кого-то подсиживает как только называют кто виноват часто же у нас кто виноват нет и этот нет и этот все друг другу перекидывают этот мячик это явно компания движется в тупик сколько она энергии тратит на вот выяснение этих а им надо наоборот объединиться получите энергетический эффект пять подразделений должны давать эффект не не минус два а наоборот эффект плюс плюс 10 как самое главное избежать вот такую политику что действительно компания не превратилась политическое какое-то где люди борются оппозиции тогда как избежать политику есть какие-то ошибки которые стоит избегать мне кажется очень важно ставить четкие цели делать мотивацию придумывать единую мотивацию для всей команды что что очень важно а второе просто поощрять правильное поведение правильные ценности допустим ценность командная работа если фактически можно ругать и даже расставаться с теми кто не меняется то есть если вы видите что есть в этой команде какой-то абсолютно склочный человек ты можешь с ним один раз поговорить и может не второй раз поговорить но дальше если понимаешь что это не меняется конечно нужно расставаться естественно ваша правильные менеджерские принципы использовать ты не должен ему говорить при всех что он там не прав надо поговорить один на один поговорить один на один но если понимаешь что это такой человек лучше убрать это звено и тогда может быть все заработает намного более эффективно как правило это все-таки это определенные люди которые вот не могут работать в этой в этой команде но некоторых других надо просто просто развить может быть человек всю жизнь то у меня к согрегисте я такая некоторая проблема например с теми кто долго был в спорте все чек был в спорте он все время тем более в одиночественном каком-то спорте все время там с кем-то рубился бился и так далее у него сразу автоматическое там бойцовская стойка остановится я вот пытаюсь их все-таки направить на то что да ты отстаиваешь свои интересы но нам важна командная работа наоборот вот посиди и поговори с этим сделал регулярные встречи например регулярной встречи например у вас постоянный спортом финансовый директор и маркетинг например сделай регулярные встречи пускай они имеют ланч каждую среду например и нормально во время ланча трудно спорить пускай просто имеет ланч заодно они обсудят вопросы более непринужденные обстановки скорее всего договорятся кстати у вас сейчас особенный вызов когда вот у вас 85 клубов да некоторые из них прям большие как сотна организации некий есть вероятность формирования субкультур что в принципе в как в каждом клубе может сформироваться какая-то своя вообще история прекрасно и как с этим вот часто это происходит когда становится больше офисов да в каждом офисе может быть свой руководитель со своим стилем и так далее и так далее прекрасный пункт ротация ротация менеджеров ротация кадров мы это делаем и я вижу тоже очень большое преимущество когда человек сидит на одном месте очень долго и на самом деле у нас были внутри определенные споры я как раз настаиваю что через какое-то время мы обязательно менеджеров начинаем ротировать то есть год два три пять это полезно если сотрудник менеджер работает на своем месте потому что клиенты к нему привыкают сотрудники привыкают это все-таки отсутствие революции после этого желательно уже смотреть на следующий следующий этап для того или иного менеджера может быть это другой клуб может быть это соседний клуб может быть еще другой клуб но тем самым мы избегаем вот этого определенного сращивания и какой-то местечкости очень хороший такой лайфхак что такая ошибка иногда берут целыми командами из других компаний и появляется автоматически некая такая мини связка мафия вот как ты думаешь по этому поводу стоит иногда просто соблазн человек за собой ты нанимаешь ключевого человека он за собой тянет своих людей да и в этом есть и плюс но есть и минус карьер очень отношусь к этому настороженно и рекомендую все таки брать людей как личности за свои заслуги и стараться минимизировать чтобы всех были свои люди вот честно говоря я пришел я сам пришел вот к этому вывозу за двадцать пять лет карьеры что свои люди честно говоря это большая проблема потому что ты его взял вот я помню когда я был молодым менеджером я нанял своего друга хорошего вернее даже двух друзей я нанял себе в бизнес в результате с одним было все очень хорошо он как бы ну и работал хорошо и меня не к нему не было претензий а со вторым были полу полные проблемы потому что он считал что я его недооцениваю он считал как же так ты крутой руку мы с тобой вместе в одном классе учились а ты теперь крутой руководителя я ниже тебя и в результате это была одна одна головная головная боль и вот с тех пор я вообще стараюсь что вот это понятие свой человек она немножко опасная то есть конечно ты должен рассчитывать на каких-то людей которым ты доверяешь но например почему-то не можешь допустим прийти разобраться в той команде которые есть и там сделать людей которым ты доверяешь и это как раз сильный менеджер своих тащить которые тебе бы тебе в рот смотрели это там проще проще а почему они за тобой идут и тебе в рот смотрят может там какая-то коррупционная схема задуманно или там может быть какая-то привязанности она опасная вообще для бизнеса поэтому определенные люди которые доверяют это нормально и в принципе когда человек говорит что вот есть допустим в этой компании не хватает профессионала вот у меня по предыдущей месту работы есть профессионал это нормально его посмотреть чтобы про интервью ра кто-то другой может быть тот же гендиректор но вот эти связки они на мой взгляд опасны и я рекомендую их минимизировать очень классно и надо я могу эту тему вечно обсуждать но все таки хочу еще задать другой вопрос многие кто смотрит канал думают и мне часто очень задают вопрос что они хотят как собственник бизнеса уже нанять профессиональный менеджмент потому что не у всех собственников бизнеса есть врожденный талант менеджменту да там есть очень много вещей внимание к деталям фокус удержание там пятилетнего да и как раз то что делала их сильными на первом этапе это адаптивность она может очень вредить гипергибкость может вредить на дальнейших этапах да чтобы строить большую систему и многие признают в себе вот эти слабые у кого-то наоборот получается да для кого-то первый этап сложнее и они прям радуются но для тех людей которые приняли решение приближаются к тому что надо нанимать профессионального генерального директора у тебя много опыта взаимодействиями с разными акционерами какие комбинации вероятно работают и какие большие ошибки стоит избегать потому что часто это не срабатывает нанимается генеральный директор и владелец остается недовольным и самое главное генеральный директор тоже говорит слушая ну я никогда не стал генеральным директором он не отпустил как бы и так далее с твоего опыта конкретного какие лучшие комбинации вот на моем опыте два примера сработали очень хорошо первое когда дмитрий борисович зимин основатель билайна в начале когда он работал сам и был длительное время не ген директором после этого он как раз пригласил уже новую команду менеджер вначале я работал с ним как с гендиректором но потом уже пришел теленор как акционер и свою долю он тогда продал альфа группа и тогда он отошел от операционных дел стал почетным основателем компании то есть он был членом совета директоров он не мог участвовать и у него был даже офис и он как почетный председатель основатель компании мог участвовать в советах директоров компании но от операционных вопросов он отошел вот и мне кажется это тоже было правильно потому что на нем было так много всего завязано и людей которые его хорошо знали в компании которые к нему ходили по каким-то вопросам погодить вот он сделал это сделал это грамотно но на это нужно определенное определенное мужество конечно второй опыт который я сейчас вижу это в ворклассе основатель воркласса ольга слуцкер она естественно остается акционером компании и президентом компании но она не участвует в операционных вопросах то есть я как сио компании я принимаю решение как гендиректор по различным вопросам управляю компанией но по каким-то ключевым вопросам мы с ольгой советуемся она участвует например разработка новой фитнес концепции какие-то новые продукты ольга великолепная интуиция она действительно знает это какой новый формат открытия если какой-то на политический вопрос или вопрос переговоров с крупным арендодателем мы вместе мы вместе делаем это она естественно очень активно участвует в заседаниях совета директоров то есть она участвует в жизни компании выполняет функции как президента но при этом она они участвуют в операционном управление компаниями поэтому это тоже такой нормальный баланс этим можно делить этим можно дирижировать но тут ваша все-таки тоже эти правила игры определить потому что я боюсь что у многих будет соблазн вроде кого-то и нанять но потом постоянно вмешиваться в это операционное управление тут все-таки надо это решение принять допустим если не нанимаешь генерального директора вот с такими-то правами и полномочиям потом об этом договориться но и важно конечно доверие все-таки если допустим собственник нанимает генерального директора важно как-то с ним поплотнее пообщаться в начале чтобы потом не было каких-то каких-то споров противоречий позже потому что вот этот вопрос доверие очень важно если доверие будет то я думаю что все вопросы решатся потому что по-хорошему функции понятно понятно акционер может вмешаться но с другой стороны у менеджмента есть определенные полномочия он чувствует себя ответственным и за провалы и за успехи и тогда мне кажется говорится можно но к этому все равно надо приходить очень важно кстати полномочия это формировать свою команду потому что если основатель компании говорит ну ты в генерале директор ну этот 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 это мои люди да и они как бы не ну их невозможно менять получается очень такая странная ситуация потому что они прямую с ним общаются и генеральный директор остается таким подвешен часто вижу когда не только один акционер а несколько акционеров менеджмент работает лучше потому что менеджмент как раз организует работу нескольких акционеров да потому что я понимаю в hall class тоже не основе озанеров на кроме�ном ходом мягче потому что это и логичнее то когда один акционер это даже бывает сложнее то это действительно работа на одного человека больше даже как исполнительный директор нежели как генеральный но вот это как раз может быть и путь к развитию бизнеса то есть включить в состав акционеров финансовых инвесторов например то есть акционер остается собственником контрольного пакета блокирующего пакета можно обсуждать входят финансовые инвесторы которые вкладывают суммы в бизнес за счет этого развивается бизнес и нанимается генеральный директор который уже уже управляет компанией вот он путь и мне кажется он очень очень интересный ну круто спасибо огромное николай это практичные советы за поддержку фонда русской экономики за все что ты делаешь и твой позитивный подход менеджменту до который сильно отличается от других подходов которые в россии часто пропагандируются последнее что скажу предприниматель предприниматель должен быть хорошим в хорошей форме здоровом теле здоровый здоровый дух это я кстати говоря проверил на себе работая ворд класс моя энергия реально увеличилась то есть на самом деле это реально работа я всегда в принципе был достаточно спортивным но тут когда пришел воркласс чувство что надо тренироваться надо заниматься и реальная энергия становится если начинаешь регулярно заниматься неважно чем бегом плаванием фитнесом то у тебя просто появляется много энергии для совершения в бизнесе это же надо потому что предприниматель он же и дает энергию и менеджменту и сотрудникам и так далее и в каких-то вопросах с партнерами так что всем желаю быть хорошей форме и конечно успехов спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...